Тверские спасатели рассказали о первых итогах работы в пожароопасный период. В регионе с апреля и по сей день действует особый режим. Ушедшее знойное лето принесло почти вдвое больше лесных пожаров, чем в прошлом году. Основная причина возгораний – человеческий фактор. Как боролись с огнем сотрудники МЧС и какие меры безопасности в лесу необходимо соблюдать, расскажет наш корреспондент. Лесные пожары охватили в этом году не один регион СФО. В августе дымило в Рязани, да так, что завеса охватила даже соседние губернии. Тверская область пожароопасный период пережила без форс-мажоров, рассказали на пресс-конференции в региональном МЧС. Несмотря на то, что и лето было заслушаливым, да и любителей отдыха на природе с кострами не уменьшилось. Произошло 44 лесных пожара на площади, 45 гектар. По количеству лесных пожаров у нас количество увеличилось, более чем на 20 пожаров, чем в прошлом году. Вместе с тем площадь пожаров снижена. В прошлом году было 65 гектаров, в этом году 45. Больше всего ландшафтных пожаров 330 случаев. Это полтравы, валежник, растительности. Но это в два с половиной раза меньше, чем за прошлый сезон. Также спасатели тушили 14 торфяных пожаров. Традиционно дымило вблизи поселков Орша и Изоплит. В целом возгорания и торфа, и лесов из года в год происходят в одних и тех же местах. Западные районы, южные районы области. Это Калининский район, где наибольшее количество населения, а также наибольшее количество ягодников, грибников. Чаще всего причиной возгораний становился именно человеческий фактор. Костры, мангалы, небрежно брошенная в траву сигарета – все эти развлечения выливались в крупный пожар. Иногда загорались деревья вследствие удара молний. Обстановку мониторили 22 мобильные группы. На вооружении спасателей камеры видеонаблюдения и квадрокоптеры. Время реагирования пожарных – около 7 минут. На борьбу с огнем была брошена и техника. В труднодоступных местах применялись бульдозеры, применялись экскаваторы для опашки возгораний, чтобы сократить площади. И также мотопомпы, если это удаленно, где-то от воды, в перекачку для подачи воды на тушение. Задействовать вертолёты в этом году не пришлось. Сотрудники МЧС предупреждают, что с апреля в регионе и по сей день пожароопасный период. В лесах запрещено сжечь костры. К тому же любителям тихой охоты рекомендуют соблюдать осторожность, пользуясь спичками и сигаретами. Это может повлечь не только лесные потери, но и денежные. Если нарушителя поймают, то ему грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Население просит воздержаться от пола травы. А в случае возникновения пожара звонить по телефону доверия регионального МЧС 39 99 99.